Алмалыкский горнометаллургический комбинат – уникальный горнодобывающий комплекс, флагман цветной металлургии и одно из крупнейших предприятий, специализирующихся на добыче и переработке горных пород не только в республике, но и во всем Центральноазиатском регионе. Комбинат является единственным производителем меди в Узбекистане. По данным Министерства финансов Республики Узбекистан на 2020 год, Алмалыкский ГМК оказался на втором месте в списке 20 самых крупных налогоплательщиков страны с долей отчислений в государственную казну в размере 6,4%. В 2018 году в соответствии с постановлением Кабинета министров, государственная доля о ГМК была передана в доверительное управление компании SFI Management Group, что положило начало новому этапу модернизации гиганта промышленной индустрии страны. Теперь акцент делается на эффективную разработку и дальнейшую реализацию инновационных проектов, внедрение современных передовых технологий и экологичную безопасность, что позволит расширить ассортимент и повысить качество выпускаемой продукции. Одной из главных задач, стоящих перед АГМК, является реализация программы МИР по реконструкции и стабилизации производственных мощностей АО «Алмалыкский ГМК», утвержденной соответствующим постановлением президента страны и рассчитанной на 2019-2022 годы. В рамках программы воплощаются в жизнь пять крупных инвестиционных проектов. Один из них – проект освоения месторождения «Юшлик-1», благодаря которому удастся увеличить объемы добычи, извлечения и производства цветных и драгоценных металлов. На Алмалыкском горно-металлургическом комбинате планируется увеличить объемы производства цветных металлов в два с половиной раза. И согласно технологическому процессу неизбежно и увеличение объемов шлаков. В настоящее время на Алманском горно-металлургическом комбинате развита пирометаллургическая схема извлечения меди и перевода в металл. В качестве отходов получаются медные шлаки. Это обычный процесс, процесс который в принципе моделируется еще со времен Петра I и по всем мире он во многом схож. Единственное, внутренние металлургические операции могут изменяться на каждом предприятии на основе опыта, знаний, на основе результатов работ. И в данном случае на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате шлаки складируются, утилизируются по аналогии, которые приняты во всем мире. В последние годы во всем мире принимаются меры повторичной переработки шлаков, поиску технологий их переработки. Это применяются гидрометаллургические процессы, пирометаллургические процессы обогащения шлаков медных. В том числе вы можете ознакомиться с патентом 4600, запатентованного в Казахстане. Это переработка медных шлаков Балхашского горно-металлургического комбината. Автор этого патента и разработки, это лично я, мы тогда смогли просто из этих шлаков увеличить выход меди в продукцию до 16-18%. Это реально рассматриваем вопросы. Те же моменты, я вижу, будут и на Алмалыкском комбинате. Потому что с каждым годом будут увеличиваться объемы переработки руд и, естественно, выход на обогатительных фабриках отвальных хвостов, на металлургических переделах шлаков. Поэтому будут рассмотрены разные способы, в том числе те, которые используются сейчас в Китае. Вообще вопросы грамотного и безопасного распределения и утилизации отходов производства в период научно-технического прогресса стоят в центре внимания международных экспертов и широкой общественности. В особенности, если это огромный горно-перерабатывающий комплекс, к примеру, такой, как АГМК. Основным источником тепла при плавке – это сера, которая находится вместе с рудой. То есть идет так называемый автогенный процесс. Никаких других, кроме серы, видов топлива туда не добавляется. При этом идет разделение руды на штейн. Это обогащенная медью часть, так и до 50%, где медь, которая идет на конвертирование, потом в андудную печь. И при этом на каждом этапе образуются шлаки. Всех технологий медипломинных заводов примерно одинаковая технология. Шлак, после того, как серость с него удаленная, то есть он в таком виде в расплавленном перерабатывать сложно. Поэтому он остывает, и он дальше измельчает, и он уходит на переработку. Это не техногенные отходы, которые используются в производстве. Это не окончательный выброс какой-то. Да, есть после переработки этих шлаков. Остаются также агарок. Но агарок тоже идет. Идет он на цементные заводы. При этом сам цемент становится более прочным. То есть идет, поднимается марка цемента порядка на 100 единиц. С точки зрения технологии, алмалык, он впереди. Если взять Норильск, Норильск, к сожалению, ему некуда этот агарок девать. То есть все в тундру. Идет или в выработки, шахтные выработки. В Балхаше пока отстает от нас. Да, сейчас программа у них разрабатывается. Через год они планируют более глубокую переработку. Но это планы. У нас тоже такие планы есть. Я думаю, что с воплощением той программы строительства нового производства этот вопрос будет, ну если не идеальный, то приближенный к идеалу решен. Достаточно рядовая операция для металлургического производства. Называется она слив шлака. На заранее подготовленные для этого карты. Это, естественно, никакая не лава. Данная технология распространена не только на АГМК. Она активно используется на всех металлургических предприятиях. В частности, Балхаш, Казахстан, Карабаш и Норильск. Ну и еще много других предприятий. Основное, что необходимо отметить, это техногенное сырье. Это означает то, что данный шлак в дальнейшем будет переработан на обогатительной фабрике с доизвлечением всех ценных компонентов. Так что это безопасно. Отметим, что согласно общему мнению экспертов и экспертной оценке кандидата технических наук, шлак не имеет свойств глубокого проникновения в почву и, соответственно, не может загрязнять окружающую среду, в том числе грунтовые воды. Благодаря симбиозу науки и производства на Алмалыкском горнометаллургическом комбинате планомерно осуществляются технические и технологические процессы, ни один из которых не упускается из внимания. Наряду с повышением эффективности производства на АГМК проводится ряд мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Именно это играет особую роль в обеспечении перспективной деятельности АГМК наравне с ведущими мировыми промышленными предприятиями.